Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Возможно, и не плановые проверки, которые осуществляются по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев, когда проверка осуществляется непосредственно на основании прямого распоряжения прокурора. Но, как вы догадываетесь, прокурор так просто не просит проверять. Так, теперь смотрите. Обо всех остальных плановых проверках компания должна быть уведомлена в срок не позже, чем за три рабочих дня до начала проверки. То есть три рабочих дня у вас есть. Если у вас будет внеплановая проверка, то за сутки, 24 часа до ее начала. Да, за сутки прийти. Это если внеплановая. А плановая должна быть заранее. Три рабочих дня даже. Это не календарные, это именно рабочие. А если риска хотят неожиданно проверить, то они вообще не нуждают? Реально, что они должны уведомить? Нет, они должны уведомить за 24 часа. Единственное, что вот совсем уж печальная ситуация будет, если придут по заявлению граждан или организации о причинении вреда этим гражданам или организациям окружающей среде или объектам культурного наследия. И вот тогда... Да. Спрашивает Марина. У нас маленькое кафе открыли год назад. Уже была проверка полноты о приходовании в кассу и применении кассового аппарата. Чего еще ждать? Будут ли повторные, как часто могут проверять? Конечно, будут и будут часто, особенно в связи с новыми кассовыми машинами. И кассовая дисциплина проверяется совершенно по другим правилам, не таким, как выездные и налоговые проверки. Давайте все по порядку. С 1 января 2017 года у компаний, государственные органы не вправе запрашивать документы до начала проверки. То есть только лишь после того, как будет вынесено постановление о проведении проверки, только после этого у вас могут запрашивать документы. Это относится и к камеральной, и к выездной проверке. Более того, с 1 июля 2016 года проверяющие не вправе у вас требовать документы, которые есть в распоряжении надзорного органа. Но зачем спрашивается с нас брать свидетельства о государственной регистрации, выписки из госреестра, сведения из бухгалтерской отчетности, которые мы сдаем и так ежегодно. Поэтому вот такие документы, как разрешение на строительство, выписки, сведения из реестров, из отчетности и так далее, сами уж пусть у себя и берут. То есть они могут запросить данные документы у соответствующих органов государственной власти в порядке межведомственного взаимодействия. И давать вам, например, вы не предоставили такие-то документы из-за этого наказания. Вы же знаете о том, что, например, у нас есть непредставление нужных документов, карается, и там, соответственно, штрафные санкции. Так вот, по этим документам этого быть не должно. То есть, получается, если они требуют те документы, которые, вроде как, они и так имеют доступ, то нужно ссылаться после этого. Да, да. Закон. Да, закон. 724-е распоряжение правительства. От 19 апреля 2016 года. 724-е. Да. Для внеплановых проверок. В 2017 году появились новые основания. Вводятся такие понятия, как индикатор риска нарушения обязательных требований. То есть некие индикаторы установлены, нормативы установлены, и отклонение индикаторов от нормативов может являться основанием для проведения внеплановой проверки или каких-либо иных мероприятий по контролю. Ну, например, чистота жалоб на деятельность компании. Да, индикатор? Любого характера. Любого характера. Да. То есть это как одна из ниточек, да, за которой могут быть. Конечно, не только у нас все плохо, но бывает и неплохо. Есть и положительные изменения, есть и не очень. С 1 января надзорные органы могут проводить проверки без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Например, наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы и при размещении информации в сети и средствах массовой информации. Даже вот про кассовую дисциплину спрашивают, раз тема кассы всегда, особенно сейчас, очень актуальна для розничных торговцев. У них теперь совершенно необязательно подходить к кассе и предъявлять усилие и прочее для того, чтобы сделать контрольную покупку. Они могут сделать видеозапись со стороны и предъявить соответствующие претензии. Какие еще бывают примеры таких мероприятий, на которые, в общем-то, нас могут и не пригласить. Плановые рейдовые осмотры территории, акватории, транспортных средств. Административное обследование объектов земельных отношений, измерение параметров природных объектов, но это у нас по загрязнению окружающей среды, измерение параметров функционирования сетей объектов электроэнергетики, газоснабжения, радиоустройства, частота высокочастотного устройства, то есть насколько ваше предприятие загрязняет окружающую среду. Анализ информации о деятельности либо действия юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой возложены на такие лица в соответствии с федеральным законом. То есть информацию предоставили, не предоставили. По итогам подобных проверок компания может получить предупреждение, однако госорган на основании этого может назначить и внеплановую выездную проверку. То есть сначала они смотрят со стороны, и чем больше будет нарушений с вашей стороны, тем больше вероятность того, что все-таки проверка состоится, особенно внеплановая. Все знают у нас такие вещи, как низкая налоговая нагрузка, например. Для налоговиков большой хороший повод. Сначала вызывать на комиссии, ну и так далее. До этого дойдем немножечко. Чтобы подготовиться к проверкам, надо знать основания, на основании чего тот или иной надзорный орган может назначить внеплановую проверку. Что это может быть? Это может быть жалоба клиента, потребителя, работника или контрагента. Если вы не исполните ранее выданное предписание, ну, например, проверили, у нас отсутствует вывеска на объекте строительном, выписали предписание, сказали устранить в такой-то срок. По окончании этого срока приехали, вывеска не висит. Штраф? Да. Штраф он был вообще сразу. Ну да. А уже сразу был? Да, он сразу был. Да. Вот. Или же приходят сначала пожарные, да. Пожарные, у них есть свои требования, сигнализация, окна, двери и прочее, и прочее. Огно тушителей, песок, лопата. Не находят ни песка, ни лопаты. Что делают? Еще дальше. Выписывают предписание устранить, да. То есть если это первый раз, то возможно, отделаться можно сначала предупреждением, предписанием и так далее. Если при получении предупреждения от надзорного органа вы исправляете, исполняете все предписания и оплачиваете штрафы, то вы можете избежать проверки. То есть штраф-то он все равно будет, но с проверкой могут не прийти. Это будет радостно, конечно же. Значит, что касается малого бизнеса. Слышали про такие вещи, как налоговые каникулы. Может быть, слышали, нет? То есть... Да, поговорим еще немножко попозже об этом. Малый бизнес освободили от неналоговых проверок. Неналоговых проверок до 31 декабря 2018 года. По оборотам, по численности, да. Какой отцепи малый бизнес это к которому относится? Вот у меня к вам вопрос. До скольки малый бизнес, это до скольки? Нет, потому что 60 это упрощенное. А когда вы ставили? Нет, до 800 миллионов выручки в год. Это раз. И до 100 человек это два. И третье, составляющие кто в учредителях, да, чья доля и прочее. Вы обязательно зайдите в гражданское законодательство и посмотрите эти определения, чтобы четко понимать, к какой категории вы относитесь. Ну, там есть, например, если у вас физические лица, то там все равно. А если у вас юридические лица или иностранные компании, то там есть ограничения по процентам в доле. Да. То есть надо будет посмотреть. Кроме того, там есть еще ограничения у нас по обязательному аудиту, ну и так далее. То есть вот эти все моменты для себя отследите, пропишите обязательно, чтобы относиться к этой категории. Но, посмотрите, этот мораторий не будет действовать, если в течение последних трех лет у компании были штрафы за грубое нарушение законодательства, если ее деятельность приостанавливали, и если дисквалифицировали руководство или аннулировали действие лицензии. Да, если проблемы были, то не налоговые проверки так и будут продолжаться. Необходимо, конечно же, знать свои права и обязанности. Права и обязанности проверяющих. Очень часто у нас, даже в кино показывают, когда приходит трудовая инспекция с проверкой, мало кто знает, что они имеют право проверить. На самом деле по трудовому законодательству нарушений огромнейшее количество, огромнейшее просто количество. Мы с вами даже иногда не задумываясь о том, что мы уже нарушаем заранее, потому что у нас недостаточно комнаты отдыха, метража, у нас недостаточно санитарной комнаты, рабочие места, освещенность и так далее, и так далее. То есть у вас должны быть внутренние документы, распоряжения и прочее, как подготовиться к этому. То есть необходимо проводить обучение и коллектива правильному поведению во время плановых и внеплановых проверок, любых контрольных органов, то есть они не должны там бегать, кричать и вздыхать и прочее, панику какую-то создавать. Должны быть четкие, да, план действий, куда ему пойти, если что-то такое случится. Ну, например, на курсах, вот у нас есть кадровое дело производства, Ольга Юрьевна очень подробно эту тему рассказывает. У меня есть курс «Главбух», да, то есть там мы тоже пишем памятки, всякие служебные инструкции на те или иные ситуации. Это обязательно у вас должно быть на предприятии. Вот, да. Можно вопрос такой, у вас, конечно, это как специфика, для кадровиков больше, или главных квартиров, или кто-то в квартире сядет. А есть какие-то для общего характера руководителей? Конечно, у нас есть для руководящего состава, да. Давайте мы вас потом на сайт, я вас отправлю, да, и мы посмотрим. То есть на самом деле огромное количество разных направлений, я просто отвечаю за бухгалтерское направление, поэтому могу рассказывать по своему направлению, да. А так, в общем-то, можно зайти на сайт и посмотреть структуру. Да, конечно, да. Потому что у нас, в общем-то, это большая задача проводить и обучение, как избежать проверок, да, как составлять должностные инструкции и памятки, как вести себя на работе какому-либо сотруднику. Опять же, это все в рамках различных курсов у нас проходит. Просто это надо просмотреть, эти нюансы. Что касается налоговых органов. В 2017 году налоговые органы будут обращать внимание, в первую очередь, на малый и средний бизнес с оборотами более 100 миллионов рублей в год. Несмотря на то, что у нас малый бизнес до 800 будут, то есть эти компании будут находиться в зоне риска, потому что очень много льгот для малого бизнеса. И, соответственно, многие стараются этот статус иметь, но по ним будут проводить проверки. Хочу вас сразу напугать немножко, потому что по каждой проверке заранее установлена сумма доначислений. Инспектор, приходящий с проверкой, знает, какую сумму с вашей компанией надо получить. Это у них план, что ли? Да, у них план. Мне очень понравилась фраза, не помню, есть она у меня на слайдах или нет, повысить, у них задача стоит, и это на сайте налоговой вывешено, повысить собираемость в бюджет при неповышении налоговой нагрузки. А что это значит? Если налоговая нагрузка не нарушается, а собираемость в бюджет повышается, то это что? Нет, 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 это штрафные санкции, это штрафные санкции всевозможные и так далее. То есть у нас ориентировка сейчас всех фискальных органов именно на то, чтобы наказать. Даже, смотрите, ГИБДД, видеокамеры практически через 100 метров висят только для того, чтобы мы с вами не расслаблялись, ехали медленно, если нет, то платим штрафы. Платим штрафы и так далее. Ну, может быть, это, конечно, политика многих государств, но, по крайней мере, налоговая, вот я знаю, в других государствах всегда интересуюсь этими вопросами. Очень лояльно многие налоговые инспекторы относятся и помогают налогоплательщикам правильно отразить налоговую базу. У нас же все, в общем-то, получается наоборот. Сегодня налоговики проводят камеральные проверки на 20% чаще, чем это было всего год назад. Что такое камеральная проверка? Мы сдали декларацию. В общем-то, цель трансформации налогового органа в сегодняшний день – это очень активное внедрение программных продуктов. У них очень много программ, которые сразу же проверяют всю нашу с вами отчетность, сопоставляют показатели разных деклараций отчетных форм между собой. И как только идет какая-то нестыковочка, сразу же назначается камеральная проверка, и вам делается запрос, отдайте-ка нам пояснение, покажите, отдайте нам документы и так далее. Да, а когда идет камеральная проверка? Они делают запрос на предоставление им документов, поясняющих… А как вы понимаете, если вы чем больше предоставляете документов, тем что? Тем больше вероятность того, что они чего-нибудь еще найдут. Да. То есть, если в районе все-таки было инициировано, что-то их там, что-то видели изначально, то даже если нарушение по факту не будет, не будет, не будет, не будет, не будет задача… Найти, да. А если вот не будет? Ну, если не будет, вы прям… Ну, вот не бывает такого, что мы… Все прям работали и зашли. Найдут что-то. А вот это, то есть, то что касается физических лиц… Могут не найти, я вас хочу успокоить. Да, да, то есть, по организации, понятно, там много, причем, не знаете, физически, если он не подал вообще, да, то это уже основание, ну, так сказать, скакания… Конечно, да, у нас есть административная… Да, у нас есть и административные наказания в соответствии с КОАП, и налоговая. За несдачу? Соответственно, да, у вас за несдачу налоговой декларации какие суммы, кто помнит? Нет? Минимум тысячи рублей, если декларация пустая, нулевая. Ну, а так у нас идет сколько? 20% от суммы неуплаченного налога, если он был неуплачен, да. Пеня? Это административная… Да, то есть это неуголовная… Нет, это не уголовное преследование. Нет, конечно, мы говорим с вами про КОАП и налоговый кодекс. Ну, например, стоимость результативной камеральной проверки возросла почти на 40% за один год. Показатель в настоящий момент – средняя стоимость результативной камеральной проверки – 58 тысяч. Камеральной. То есть у кого-то нашли ошибку на 2 тысячи, а у кого-то нашли на пару миллионов, да, к примеру. То есть благодаря конкретному использованию специальной программы по автоматическому выявлению расхождения по уплате НДС, которая выявляется у покупателя с одной стороны, у продавца с другой. Вообще мы долгое время очень надеялись на то, что, мне кажется, что это еще не работает, что в пределах одного региона, да, они могут сопоставить счета фактуры выставленные и счета фактуры полученные. То есть если мы получаем счета фактуры из другого региона, пока еще остается надежда, что нестыковка не проследится, да. Но если это из одного региона, то они очень часто задают вопрос, да. Мы, конечно, сразу обращаемся к контрагенту, уточняем, почему вы не сдали отчетность, например, почему вы этот счет фактуры не указали в книге продаж, а мы ее заявили в книге покупок, ну и так далее. То есть пытаемся выявить сразу же, по горячим следам, как только приходит запрос, да, дайте пояснение. Да, и очень хорошо. Если ваш контрагент вам говорит, что они все показали, мы пишем в ответ пояснение. У нас есть оригинал счета фактуры. Все, и никаких проблем в нашей отчетности. Да. Что касается выездных проверок, то их задача на сегодняшний день снижение количества и повышение результативности, да. Рост качества. Средняя цена выездной проверки выросла аж на 45%. То есть сегодня выездная проверка стоимость 14 миллионов 605 тысяч в среднем по России. По России я вам сейчас цифры по регионам представлю. Налоговики представили претензии почти всем проверяемым. То есть 99 проверяемых столкнулись с доначислениями. Но 1% есть. Да, кому есть? 1% есть, кому не удалось ничего доначислить. То есть это 14 миллионов, да, по всем и по основному среднему. Ну это средняя. Это средняя стоимость. Кто-то заплатит там миллиард, например, доначисленных налогов, а у кого-то это будет 500 тысяч. Комплексные проверки. Им подвергаются компании, которые признаны фискальным ведомством взаимозависимым. Не знаете, да, про кого это идет речь. Взаимозависимыми являются у нас, когда один участвует в жизни другого предприятия, одно предприятие, либо они связаны через учредителя, например, общий учредитель и так далее. То есть контролеры будут уделять пристальное внимание всем признакам дробления бизнеса, особенно если речь идет о том, чтобы налогоплательщик остался на упрощенной системе налогообложения. Еще совсем недавно на курсе оптимизации я всегда говорила, что очень хорошо выделить отдельный вид бизнеса, например, торговлю в отдельную компанию. Разделить оптовую и розничную торговлю, и тогда вы сможете быть на спецрежиме, например, и так далее. Налоговики, наоборот, озадачены тем, что если у вас один собственник, одни и те же директора, например, работают во всех компаниях, то что это? Это называют они дробление бизнеса. Нет, дробление бизнеса, опять же, смотрите, они могут пересчитать налоги. Сколько бы вы налогов заплатили, если бы вы работали вместе в одном предприятии. И если здесь получается больше налогов, чем вы реально платите, да, то считают, что вы недоплатили налогов в бюджет. А что они? Через суды, через суды они, да, что именно вот дробление бизнеса с целью уклонения от налогов. А с нашей стороны с вами доказывать, что мы имеем право пользоваться всеми льготами и так далее, и, соответственно, отставить свои интересы. А уже суд будет принимать решение. Ну, с точки зрения, да. Но еще раз повторю, что у нас есть даже определение Конституционного суда, которое нам говорит о том, что любой налогоплательщик имеет право использовать все льготы и возможности, предоставленные законом, чтобы снизить. Потому что налоги – это что? Это безвозмездное изъятие вашего имущества, денег ваших. Безвозмездное изъятие. Каждый из нас, конечно же, что делает? Сопротивляется, чтобы у нас безвозмездно хоть что-нибудь отнимали. И это, по-моему, нормальное явление, да. У нас не должно быть цели уплаты налогов в бюджет. Да, то есть они… Цель любого предприятия – создание, что это? Получение прибыли. Правильно? Да. Конечно. Идемте дальше. Теперь, большая угроза интересам налогоплательщиков, конечно же, это проверки, которые фискальное ведомство проводит, прибегая к помощи полиции. На 20% возросло не… Мы смеемся, говорим, у нас есть статья 34, да, в налоговом кодексе, где написано, что органы ОВД участвуют в совместных проверках, и они обязаны сообщить в 10-дневный срок налоговому органу, как только в результате своих следственных мероприятий обнаруживают уклонение от уплаты налогов. Я все время смеюсь, говорю, если налоговому инспектору страшно, то он забьет с собой полицейского. Да. И вот у них с таким выходом, посмотрите, средняя цена такой проверки до уровня 25,5 миллионов выросла. То есть, если они приходят в компании, то им, конечно же, веселее, если у тебя раскуляться. Вот посмотрите, 9 месяцев 2016 года, средняя цена камеральной проверки, средний столбик, да, и средняя цена выездной проверки, крайний столбик. Но я здесь очень мало взяла регионов, просто чтобы на один слайд они уместились. Вот Москва, да, средняя цена камеральной, помните, там было про 58 у нас, средняя по стране, 126 в Москве, но в Санкт-Петербурге 12,800. Что касается камеральной, ой, выездной, посмотрите, какая выездная, в Москве 41,5 миллионов, а в Санкт-Петербурге 72 почти миллиона. Такие вот суммы. Посмотрите, даже несмотря на то, что Владимир, вроде бы недорогой город, да, по проживанию, Владимирская область слишком, ну, наверное, они расслабились предприниматели, потому что в 2016 году, посмотрите, какие суммы стоят у них, в принципе, приличные цифры. И я думаю, что Владимирская область, где не такой большой, в общем-то, доход у предпринимателя, стоимость проверки 25 миллионов, я думаю, что это серьезно. А по проживанию, посмотрите, насколько они сравнили вообще, в принципе, цифры практически одинаковые. Вот таким вот образом. Что касается опасностей, надо обращать, конечно, внимание на оптимизацию с помощью контрагентов. Если компания пользуется таким способом, то очень опасно доводить ситуацию до налоговой проверки. То есть когда вы чем занимаетесь? Ну, давайте говорить не вы, да, какая это компания. Чем занимается? Обналички занимаются, субподряды, что там какие-то дополнительные услуги и так далее, и так далее. То есть если компания пользуется таким способом, выйти сухим из воды не удастся. Даже если вам обещают, что контрагент белый, а директор адекватный. То есть за эти все прокладки уже здесь прямо? Да, серьезно. У нас появилась статья, с 20 августа она 2017 года действует, 54.1 в налоговом кодексе. Согласно нее, вообще там получается так, что если вы заключаете договор, а ваш контрагент не в состоянии выполнить те условия, которые в договоре прописаны, то у вас просто-напросто сразу убирают это из расходов. То есть налоговикам не надо доказывать, что товар поступил или не поступил к вам на склад. Просто контрагент не мог этого делать. То есть получается, если этот контрагент будет обращаться к третьим лицам, уже в договоре должно быть ясно, что он будет обращаться к третьим лицам. Понятно, да? Как субподрядчик или там, как он будет посредник в этой сделке и так далее. Да. То есть это может подтвердить у вас переписка, например, какие-то предварительные соглашения и прочее. Очень внимательно отнеситесь к этой статье, потому что по ней уже пошел бум. На форумах много пишут, 54.1. То есть в таком уровне сейчас на полу границах вы включили? Ну, вы представляете, если вы заключили договор с компанией, которая не имеет асфальта укладчика, а вы с ним заключили договор на то, что они вам положат асфальт. В договоре не прописано ничего, что он будет обращаться там и прочее. И в дополнительных условиях каких-то не было. То есть вы должны при заключении договора поинтересоваться, а есть ли у него документы на что? На собственность этого асфальта укладчика и так далее, и так далее. То есть это у вас должно быть заранее. Причем смотрите, что получается. Если эта статья вступила в силу с 20 августа 2017 года, то при выписывании вам постановления на проверку после 20 августа, а они проверяют что? Три предшествующих года. То есть это требование статьи будет распространяться на что? На договоры, которые будут проверять после 20 августа. А проверять они будут три года. А почему здесь наши налоги и асфальт будут врачи? Ты обязан контрагента всем сам проверять. То есть это уже не суды, а государство будет проверять. То есть всем по борьбам с контрагентом. Вы знаете, у нас уже давно началась кампания на то, что... Как это? Спасение утопающих делал рук самих утопающих. То есть проверка контрагента на добросовестность. Мы всегда проверяли контрагента. А кто у вас директор? Отдайте нам приказ. А кто у вас подписывает документы? Отдайте нам приказ. Отдайте нам еще вот это, вот это и вот это. А теперь получается, согласно этой статье, что нам даже это не очень важно. Нам важно, что? Чем они это будут делать? То есть это же решение, наверное, не будет. Да. Да. Это важно, если они не смотрят там, что это сделать. Но какая разница? Ну мы... Это не надо, вы знаете. А вот заплатили деньги, а вот и все. Получается, мы деньги заплатили, а их, получается, заплатили. И они убирают, потому что они не соответствуют. То есть получается, мы как бы им заплатили, а там надо заплатить. Ну я понимаю, это мы заплатили. И это у нас науковая база уменьшилась. Да. Ну если они там не выполнили, то мы можем просто просто... Ну это очистить. Давайте мы посмотрим. Потому что она только-только еще вступила. Там я еще раз вам повторю, что это надо читать, смотреть и контролировать этот вопрос. Как это будет развиваться? Потому что эта тема еще не отработана. Просто у многовеков появился еще один инструмент. Я не знаю, что... Причем для меня, например. В данном участии, при законе, ты ответственен за счет всех родителей. Ну, люди говорят, только изделие специально. Особенно это будет актуально, если у вас будет висящая дебиторская задолженность, которую вы потом будете списывать на расходы. Это, конечно же, вот очень... Надо будет сильно хорошо подтверждать, что вы сделали все для того, чтобы проверить контрагента, а какие-то вещи не случились. Теперь. Налоговая инспекция придет с выездной проверкой, если организации есть в плане проверок или инспекторы хотят. Первое. Проверить расчет налогов и взносов, провести контрольную закупку, проверить, правильно ли вы применяете кассовую технику, проверить полноту учета наличной выручки в организации. Наверняка многие из вас знают, что с 1 июля 2017 года компании перешли на... На что? На онлайн-кассы. К большому сожалению, не все перешли, и сейчас начинается, конечно же, поверка этих всех вещей. Правда, у нас аккредитованных компаний, операторов фискальных данных очень мало, поэтому пробуксовывают и в этом вопросе. Опять же, здесь надо будет подстраховываться разными документами, согласовательными процедурами и прочими. А онлайн-кассы, это не институтся, так скажем, весь оборот, финансовый оборот, весь в онлайн-кассах происходит? Или с чем? Что это означает? Что за онлайн-касса? Онлайн-касса, вы приходите в магазин, они пробивают чек, информация в этот момент, в момент пробития чека, поступает к оператору фискальных данных. Оператор фискальных данных трансформирует эту информацию в нужный файлик и передает в налоговую инспекцию. И этот чек сразу же можно проверить уже на сайте налоговой. Я себе на телефон скачала приложение по проверке кассовых чеков после того, как мне в магазине дали неправильный кассовый чек, и я с ним поскандалила. Это контроль. Это контроль. Но смотрите, теперь организации, которые используют кассовые аппараты, соответственно, не ведут. Журнал кассира-операциониста, не сдают там много чего, да. То есть все эти кассовые документы не ведут. Поэтому вся информация сразу там, вся ваша выручка уже видна сразу. Вот у меня девушка училась сейчас на курсе налогообложения, она спрашивает, говорит, у меня компания в Подмосковье работают на ЕНВД. ЕНВД, там неважно, да, вмененный доход, это с площади, с торговой они платят. Теперь, индивидуальный предприниматель платит страховые взносы, пенсионный фонд, фонд за себя. Какие? По МРОТу. И, естественно, они очень сильно показывали доходы этого индивидуального предпринимателя. Теперь, если они начинают все платить по кассе, и вся эта выручка идет куда? Сразу туда. Сразу туда. Правда, сейчас пока ЕНВДшники с 1 июля 2017 года не обязаны. То есть им отложили сначала до 18, теперь вроде до 21, но время покажет. Но как только они начинают пробивать все по кассе, это же все является доходом индивидуального предпринимателя. А раз это доход, с него надо платить страховые взносы. Следует ожидать широкого применения налоговыми инспекторами такой практики, как запросы по поводу чрезмерно низких зарплат сотрудников проверяемых компаний. То есть нас и сейчас они очень часто вызывают куда? На комиссии. Откуда они знают среднюю заработную плату? По отрасли. Средняя по отрасли. Средняя по отрасли. А у вас? Вы сдаете отчетность, вы пишете... Нет, штатное распространение мы же не сдаем налоговую, но вы сдаете отчетность, и там написано количество сотрудников. Фод оплаты труда известен, количество сотрудников известно, значит, известна и средняя заработная плата. Я еще не сомневаюсь. Да. Сомнение в том, что база по социальным сносам МДФЛ у мужчинозам замешана, конечно, может стать основанием для налоговой проверки. Ну, еще раз повторю, сначала это все начинается с вызова на заседание зарплатной комиссии, где вам очень настоятельно порекомендуют поднять-таки зарплату. Да, не пугают, говорят, иначе мы к вам придем в гости. Да. И они не так разговаривают немножечко. Сейчас мы собираем несколько разговаривать на кассу. Вообще будет. Ну, у нас, например, у нас по отрасли 38 минимум. 38 минимум получается, что, да, те, которые у нас работают как совместители, они же все равно идут там, полчеловечка, но идет, и, в общем, получается как-то очень немножко. Что чаще будут проверять в семнадцатом году? Конечно же, регистрация, постановка на учет. Если вдруг компания функционирует без регистрации, то это квалифицируется как незаконное предпринимательство, это пять лет лишения свободы. Хотел еще дальше по поводу этой зарплаты. Если вы, опять же, на выставке управляете, вы такие придирки с нами в речи лоба? Нет, вы ставите зарплату на единицу, какая она должна быть? Та, которая на единицу не должна быть меньше. А вы принимаете на 0,5. Но только у вас все документы должны быть соответствующие оформлены на предприятии. То есть, еще раз вернусь, регистрация, постановка на учет. Если вдруг находят какой-то вид деятельности, которым занимаются, то это незаконное предпринимательство. Легальность доходов и полная выплата по ним налогов. То есть, учитывается заработная плата, иной доход сотрудников, выясняется наличие серых зарплат, хотя, конечно, это нарушение трудно доказать, но ведь у них есть такое право, как свидетельские показания. Хорошо, если ваш сотрудник, получив повестку в налоговую инспекцию, все-таки дойдет до бухгалтерии и спросит, какая у него заработная плата. вы даже им даете расчетные листочки, они их не смотрят. Они знают, сколько они получают в месяц. А как они их получают, это уже второй вопрос. При начислении взносов учитывается, конечно, конкретно изысканная сумма, конкретных людей и так далее. Создание левых фирм. То есть при незаконном создании юридического лица и использовании документов с этой целью есть риск решиться с работы до 5 лет, а за обналичивание финансовых средств через подставные компании до 7 лет. А что такое левый? Ну, это такая у нас сейчас борьба идет с фирмами и однодневками. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Один человек в компании работает, а обороты проходят огромные. Вы знаете, у нас сейчас очень многие банки даже занялись этими, по крайней мере, Сбербанк однозначно. Он может заблокировать счет элементарно у предпринимателя или у компании, в которой числится один человек, а обороты проходят миллионные. Блокируется счет до выяснения обстоятельств. Предприниматель ходит и доказывает, что он действительно имеет возможность зарабатывать такие деньги. В противном случае, в общем-то, Сбербанк сразу же сообщает в службу финансового мониторинга. И все. Да. Юридическое лицо. Кто у нас? Директор? Еще, конечно же, они взяли за оптимизацию проверяют такую вещь, как цепочки. То есть завышение себестоимости искусственной закупочных цен. То есть начало действовать повышение налоговых санкций за применение нерыночных цен. Если сильно отклоняется в сторону меньшую или большую, то, соответственно, есть у нас 105-я статья в налоговом кодексе, которые регламентируют данные вопросы и в данном случае могут быть доначислены налоги, исходя из рыночных цен. Да, да, да. Так, вот смотрите, что является сигналом проверки? Снижение налоговой нагрузки на 10% и ниже посредне отыскливого уровня. То есть появляется подозрение в экономии на налогах. Активное общение в период заключения договора. То есть они спрашивают, а была ли у вас переписка? А проверяли ли вы отсутствие достоверных сведений о местонахождении площадей? А где это было? А куда вы ездили? И так далее. То есть взаимодействие с контрагентами, которые вызывают подозрительность недоверия. Превышение темпов, увеличение расходов над доходами. Расходы растут, доходы не растут. Вы знаете, на самом деле вот по этому пункту могу горечью просто спорить, потому что себестоимость материалов, которые мы покупаем, растет, а все наши заказчики почему-то хотят цены оставить на прежнем уровне. Да, вчера только разговаривали с руководителем, говорю, ну как у нас вообще что? Потому что у нас убытки идут, и как-то надо выкручиваться, что-то сдавать, какую-то отчетность. У меня просто нет возможности показывать предприятие прибыли, если оно глубоко ушло в убытке. Да, закупки. Да, это закупки. Заключаем договор, например, у нас много госконтрактов, и мы работаем, цены установлены государством. Какие? В результате тендера, это прям очень низко, чтобы выиграть этот тендер, заключается договор, и на тот момент, когда заключали, материалы стоили столько-то. Когда приступаем к выполнению работ, материалы резко растут в цене. И все. Получается продолжительные убытки, но опять же у них вопросы, низкая зарплата сотрудников, сомнительность договоров с существующими посредниками, например, подозрение на манипуляции с товаром, который в данном объеме, в данное время просто не мог быть произведен. Вот даже в таких моментах. А как вы могли у этой компании закупить три вагона там, селедки? А что значит? Да, изменение местонахождения, то есть некая специальная отсрочка, они говорят, для исправления выявленных нарушений, когда мы меняем местонахождение, меняем налоговую и так далее. Несоответствие среднеотраслевому уровню рентабельности, тоже говорят про занижение показателей. Да, выездные проверки у нас, вот то, о чем я говорил, в плановых налоговой политике увеличить поступление в бюджет налогов, не допуская повышения налоговой нагрузки. Вот такая формулировка стоит на сайте налоговой. Инструментов для получения аргументации необходимости проверок стало больше. Внесены поправки в некоторые главы налогового кодекса, изменилось администрирование, отчетность по взносам, не забудьте про 15-ю главу в КОАПе, да, ужесточилась ответственность за грубое нарушение правил ведения учета, на главбухов тоже, в общем-то, ответственность усилилась и возлагается, поэтому надо будет к этому готовым быть. Но, конечно же, самое большое изменение у нас относится к уплате страховых сносов, потому что было понятно, что фонды собирают очень плохо и передали администрирование обратно в налоговую инспекцию, налоговая инспекция гораздо больше инструментов для фискальных каких-то действий. Так, кроме того, у налоговиков ведь собирается информация из нескольких отчетов, расчет по страховым взносам, 2 НДФЛ, 6 НДФЛ, да, и все это можно между собой сопоставлять все эти данные. Штрафы не изменятся, это радует. налоговики продолжат администрирование совершенствовать, поэтому суммы до начисления будут расти, ну а суммы штрафов, то есть не ставки по штрафам, а суммы штрафов, конечно же, увеличатся. Алгоритмы. Для начала вызов на заседание комиссии по взиманию задолженности. Можно, конечно же, получив такое приглашение, быстренько внести задолженность в бюджет, или же вообще его не дожидаясь все-таки погашать. Можно согласовать с налоговым ведомством даже график погашения задолженности. Взыскание может быть обращено и на имущество должника. Если компания успела пройти реорганизацию, налоговики попытаются взыскать задолженность с компанией правоприемника. Сегодня имеется возможность взыскания долга из физического лица по обязательствам лица юридического. Вот мы много говорили о том, что учредитель рискует только в пределах чего? Своего вклада в уставный капитал. Но если директор или учредитель довел компанию до несостоятельности банкротства, то есть будут обстоятельства выявлены такие, то в данном случае взыскание обернется и на физическое лицо. Директор? Нет, только должны доказать, что он довел компанию до банкротства. Это были его действия. Руководители могут лишить свободу, ну это крайняя мера, до 6 лет, соответственно, с уголовным кодексом. Штрафы от 40 до 1 миллиона для организации от 300 рублей до 50 тысяч должностным лицам в соответствии с кодексом по административным правонарушениям. И штрафы от 200 рублей до 40 процентов от недоплаты налога это налоговый кодекс. Это что касается ответственности по налоговым проверкам. Это что я как всегда не укладываюсь в регламент. Так, основание вы видите, да, нормативные документы, на которые я ссылалась в своих выступлениях. Про трудовую инспекцию. Трудовая инспекция, конечно же, придет в гости, если организация есть в плане проверок. Либо поступают заявления о том, что организация нарушает трудовое законодательство, есть угроза вреда жизни и здоровья сотрудников. То есть, если сотрудники пишут письма в трудовую инспекцию, то вполне вероятно будет выездная проверка. Если сотрудник заявил, что работодатель нарушает его трудовые права, если истек срок на то, чтобы выполнить ранее выданное предписание, они придут тогда с проверкой, или же прокуратура требует провести выездную проверку на основании поступивших материалов и обращений. Можно просто это заявление, естественно, афиксировать, что все это не анонимно. Анонимно тоже. То есть, ты придешь в порт аноним. Нет, нет. Они анонимно приходят. Но, в основном, они не приходят. Что они проверяют? Соблюдение организации требований трудового законодательства, выполнение предписаний трудовой инспекции, принятые меры для предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда окружающей среде и так далее. Если основанием для проведения внеплановой проверки стало заявление, то проверяющий анализирует факты, которые послужили причиной для такого обращения. И для достижения своих целей и задач трудовые инспекторы вправе проверить любые документы и сведения, имеющие непосредственно отношение к предмету проверки. Любые документы, которые имеют отношение к предмету проверки. Это у нас 357-я статья Трудового кодекса, соответственно. Так, значит, чем грозит до пяти лет, соответственно, с уголовным кодексом руководители могут лишить свободы штрафа от 30 тысяч до 500 тысяч для организации и от тысячи до 50 тысяч должностным лицам. Соответственно, статья 360-й Трудового кодекса. Про страховые взносы. Значит, что касается страховых взносов, то у нас жизнь разделилась на два отрезка. До 2017 года и после 2017 года. Прямо как революция, да, произошла. Значит, страховые взносы до 2017 года все так же администрируют кто? Пенсионный фонд и фонд социального страхования. Если вы, например, подадите уточненные декларации за прошлые периоды на уменьшение суммы взносов, например, то тогда, конечно же, они это будут проверять. Фонды могут назначить выездную ревизию, если выявили несоответственно камеральные проверки. Ну, то есть вы сдали, например, отчетность с одними цифрами, потом они запросили у вас там больничные листы и прочие расчеты, у вас выясняются другие цифры. Если компания не пояснила расхождение по запросу фонда, если снижен фонд по сравнению с прошлым годом, если сотрудник пожаловался на неправильный расчет пособия, либо страхователь обратился за выделением средств, и, конечно же, фонд обязательно запросит документы, подтверждающие право. Что касается взносов на травматизм, их по-прежнему проверяет фонд социального страхования. Значит, все остальные взносы налоговые, а травматизм проверяет ФСС. Поэтому недоимка по вносам на травматизм ликвидации или реорганизации обязательно будет проверка со стороны и этого фонда тоже. Теперь про штрафы. Незданная отчетность в пенсионный фонд. Вы знаете о том, что мы сдаем сейчас ежемесячно отчетность с СЗВМ. Удивительный отчет, который сдается ежемесячно в одном и том же практически виде, но за каждого неподданного сотрудника сведения или неправильные сведения 500 рублей. То есть за каждую фамилию. Если вы опоздали, то вот считайте, у вас там, например, человек 60, то есть даже 100, сколько работает, сколько вы заплатите штрафа, соответственно. Для должностных лиц штраф от 300 до 500 рублей. За мошенничество в сфере страхования штраф до 120 тысяч вплоть до ареста на срок до 4 месяцев. Но более лояльные штрафы ниже, чем налоговики и трудовики. Штраф от 200 до 40 процентов от суммы взносов на травматизм и от суммы страховых взносов, соответственно, по 212 МФЗ, который действовал до 2017 года. Про миграционную службу. Федеральная миграционная служба тоже может прийти с проверкой. Куда они приходят? Если в штате организации есть сотрудники иностранца, если истек срок на то, чтобы выполнить предыдущее предписание, или есть информация о нарушении миграционного законодательства. Выездная проверка миграционной службы осуществляется по месту пребывания или проживания иностранных граждан, а также в жилых помещениях, по адресам которых принимающей страну либо нанимателем жилого помещения осуществлена постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания, по месту фактического осуществления трудовой деятельности. То есть, если у вас есть иностранцы, могут они прийти к вам в компанию? Да, могут. На транспортном средстве, в том числе осуществляющем перевозки по маршруту международных направлений автомобильного, железнодорожного, морского, речного, авиационного транспорта. Как вам штрафы? От 250 тысяч до 1 миллиона рублей для организации. От 1,6? Да, 25-70 тысяч должностным лицам. Да, есть приказ ФМС у нас, номер 367, дробь 807, есть приказ Роструда 40, дробь 66, и, конечно же, 115-й федеральный закон, статья 32. А вы имеете в виду организацию штрафу и должно быть? А обязательно. Нет. Штрафуют и то, и то, и того, и того. Потому что у нас, да, есть законодательство, которое, да, у нас даже кодекс по административным правонарушениям предусматривает наказание и того, и того, и того. И организация должна остаться. Есть такая чудесная организация, называется Роспотребнадзор. Она проверяет площадь, освещенность, вентиляцию, наличие жильцов, которые могут быть недовольны тем, где расположен дополнительный вход, через который завозят продукты. Да, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификат соответствия, договор с организацией о вывозе бытовых отходов, сроки годности продукции, товарное соседство. Наверное, вот после передачи, как у нас там, ресторан-то, ревизора, мы уже все знаем артоварное соседство, температурный режим хранения продуктов, прочие нормативы, наличие санитарных книжек. Санитарные книжки должны быть не только у продавцов, вы знаете, а у всех, кто работает с людьми, соответственно. Отметки обязательных медосмотров, требования к спецодежде. Обязательно у него надо спросить. Ну, конечно. А вы как клиент имеете в виду? Вы имеете полное право проверить, каким образом. Ну, спросить, поинтересоваться точно, потому что, в общем-то, если у вас вызывают какие-то сомнения, вы можете обратиться в Роспотребнадзор. Когда придет Роспотребнадзор, то, в общем-то, им будет показывать не обязан. Но администрации вы можете поинтересоваться. Да. То есть, любые нарушения прав граждан или санитарно-эпидемиологических правил. В принципе, как рекомендация почитать санитарные нормы, соответственно. Я не сказала на подсрежь, я не сказала на подсрежь. Да. Значит, у нас есть федеральный закон 277-й о защите прав приошлении государственного контроля, надзора муниципального контроля, добавили статью 16.1, называется она «Контрольная закупка». То есть, Роспотребнадзор проводит контрольные закупки, о которых не предупреждают компанию. Сделка по приобретению товара или услуги снимается на фото или видео или делается в присутствии двух свидетелей. И уже по окончании этого мероприятия составляется акт, информация о закупке заносит в единый реестр проверок. За выявленные нарушения компания и директор штрафуют на сумму до 50 тысяч рублей. Чтобы успешно пройти контрольную закупку, проверьте, соответствует ли ваша продукция санитарным нормам, в порядке ли разрешительные документы. И, конечно же, в описании товара должно быть не только что это за товар, но также кто его изготовил. Фирменное номинование, адрес и даже режим работы. Все это должно быть обязательно написано. Если кому-то интересно, прочитайте 277-й федеральный закон. если я хочу обратить внимание на качество товара или, допустим, снимая камеру, то я не мерплываю. То есть, если у меня нет у меня там какой-то реализации, нет у меня корочки, соответственно, я не могу. Нет, конечно. Вы можете только сообщить соответствующий орган, а они уполномочены это провести и провести. штраф до 500 тысяч для организации и до 200 тысяч должностным лицам. Пожарная. Пожарная инспекция может проверить приказ руководителя, где прописан порядок обесточивания оборудования в конце дня и в случае пожара, где прописаны места для курения, допустимое количество материалов продукции в помещении и прочее. Проверить приказ, где прописан порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, ответственные за этот инструктаж. Приказ, который определяет ответственных за противопожарный инвентарь, планы эвакуации при пожаре и наличие противопожарного инвентаря. Вот это вот все, что они имеют право. А это и если офис в просъеме, может быть, не знаю, но это как свой, ответственные владельцы как-то нервничеют, даже его разместить. Но это вот, как говорила не уверенно, это с подрядчиком будет проверить. У тебя должно быть все прописано. То есть ты должен проверить, есть у тебя там домашние. Конечно, если вы арендуете это помещение, вы должны ожидать, что к вам могут прийти пожарные. И вы должны задать вопрос арендодателю, где это находится. Если возник пожар, руководители могут лишить свободу до 7 лет. Я думаю, что это очень веская причина для того, чтобы узнать, где пожарный выход. трассы, где тушитель находится два. И почему до сих пор нет лопаты и песка. Руководитель здесь имеется в виду именно директора. Либо уполномоченное им лицо на это действие, что он за это отвечает. Если у вас должностная инструкция, то написано, что она у вас возглавная обязанность. Если вы являетесь исполнителем по этому, то вполне возможно подобное действие. Значит, штраф зависит от того, возник пожар или нет. От 150 тысяч до миллиона для организации и от 6 до 50 тысяч с 11-м лицем. Да, соответственно. Сам факт. О, еще есть чудная компания АТИ. Административно-технические инспекции, которые нас все время штрафуют, они к нам приходят очень часто. Они проверяют наружную рекламу, вывески, фасады, территории, благоустройство, требования к обустройству, содержание строительных площадок, места производства, прилегающие территории, сроки начала и завершения работ, сохранность подземных коммуникаций, техническое состояние машин, аттракционных, ну и других видов техники. Да, это у них любимая тема. Штраф устанавливают местные власти, поэтому штраф может быть до 1 миллиона рублей до юридических лиц. Знаете, если они приходят каждый месяц и каждый месяц что-нибудь находят, то у нас не вывезли контейнер с мусором, потому что арендаторы все именно в этот день почему-то их завалили и прочее. А они, у них видеокамеры направлены непосредственно на нашу мусорку и, конечно же, они сразу же приходят тут же и выписывают штраф. И до 50 тысяч людьми на одном лице. Там у нас в общем-то мало не кажется, все время. А? Сосульки зимой, да. Совершенно верно. То есть это у нас местные власти устанавливают ответственность для города Москвы, действует закон номер 18. Росприроднадзор проверяет соответственно требования по охране атмосферного воздуха, требования по обращению с отходами, охрана поверхностных вод, плата, вносите вы или не вносите за негативное воздействие на окружающую среду, форму государственной статистической отчетности сдаете или не сдаете именно по природе, да, соответственно. Ну и здесь получается очень много документов они могут характеризующие предприятия запросить и так далее. за экологические нарушения до 250 тысяч рублей для организации, ну и для должностных лиц не такие уж большие в общем-то штрафы. Но если мы говорим с вами вкупе обо всем, то как-то очень становится весело, да. Есть еще такая чудная компания ФАС, антимонопольная служба, думаю, что ФАС очень соответствует проверить, соблюдает ли организация запрет на недобросовестную конкуренцию, например, не распространяет ли организация ложные сведения о своих конкурентах, не разглашает ли чужую коммерческую тайну, содержит ли рекламу исключительно про активную информацию. И у меня иногда очень складывается сильное впечатление, что основная у нас цель, и я думаю, что это прошло у вас леет мотивом сегодня, главное наказать, взять штраф в бюджет до 500 тысяч для организации, за недобросовестную конкуренцию до 500 тысяч, то есть, да, и о рекламе штрафа, и про конкуренцию недобросовестную тоже штраф. Надо обратиться в соответствующие организации. Да, только не анонимно, естественно. Да, ой, никогда, они не закончат. Экономическая безопасность и противодействие коррупции, правоохранительные органы в отношении организации, если проводится выездная и налоговая проверка, они приходят вместе, так до начисления превышают 5 миллионов рублей, организация, если, например, перечисляют денежные средства на расчетные счета проблемных организаций, организация применяет схемы налоговой оптимизации на отравление бизнеса, контрагент обратился с заявлением, потому что не исполнены договорные обязательства, сговор в торгах, в общем, можно везде попугаться, и то, что в большинстве своем имеет место быть в организациях, везде мы здесь с вами прочитали уже, да, соответственно. И опять же, лишат свободы до 6 лет, за нарушение трудового законодательства могут лишить свободы до 5 лет, за нарушение правил пожарной безопасности руководителей лишат свободы до 7 лет, в общем, как-то очень весело. Вот так. Вот. Ну и про, вы просили про схему, да, но это у меня блок, бухгалтерский учет, поэтому здесь очень много разных курсов, до которых мы разговариваем, и про малый бизнес, да, к примеру, да, про малый бизнес. И где тут у нас? Есть ИП, есть для малого бизнеса, то есть это надо уже конкретно непосредственно посмотреть на сайте нашем специалисте. Так? А? Где? Есть? ИП, это 60-й ООН. А, вы, 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 например, вот у нас камеральная налоговая проверка последняя тенденция. Ну и так далее. То есть есть, соответственно, если вы почитаете, поищите, Интересует, немножко, прямо, искусство, ходить блоками. Блоками, не знаю, надо поискать. Теперь про то, где будет информация. Как всегда, вы можете найти наши мастер-классы. Они находятся вот здесь, в синей полосе внизу, мастер-классы. Мастер-классы, и здесь можно видеозаписи прошедших семинаров открыть и по разным направлениям. Новое видео, это, соответственно, последние, какие, кто были. И есть у нас, например, где-то тут у нас, где она, бухгалтерия, соответственно, бухгалтерия, налогообложения и так далее, да, кто, соответственно, вот здесь можете найти. Можете найти, ну, вот мой последний вебинар был тут, например, по страховым сносам, по НДФЛ и прочее, прочее, я рассказывала. Можно также поискать по преподавателям, у которых где они у нас. Преподаватели. Я открою свою. Вот есть, например, видео, закладочка и все видео, которые прочитал данный преподаватель, да, то есть вы это можете найти, посмотреть и так далее. Вот. А что касается конкретных направлений, то лучше, конечно же, эти вопросы решать с кем? С администратором для того, чтобы обсудить эти вопросы. Но можно всегда здесь, в общем-то, развернуто открыть все ваши вот курсы, пожалуйста, да, по разным направлениям вы открываете, смотрите, есть расширенный поиск курсов, то есть это уже можете обсудить непосредственно с администратором. с администратором. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!